Дорогие друзья Продолжаем вместе с вами наблюдать EGB.com Arena of Blot И на арене крови будет проливаться, по всей видимости, кровь Empire Hope и Godsend Вторая карта и по-прежнему микрофонов для вас работают зайцы лог Всем в очередной раз, добрый день, друзья Да, мы снова возвращаемся к просмотру уже второй карты Первую забрали Godsend в очень такой жесткой манере И мы уже с вами отправляемся на завершающую стадию первых пиков Опять Timbersome убирается, но вроде как именно в предыдущий раз убрали Empire Hope Тимбера, сейчас они решили полностью отказаться от того самого Чена Который создавал очень много спейса по карте в предыдущей карте И что же будет третий, решающий и в минус 40 Вот это интересно, не самый часто встречаемый персонаж в последнее время Может быть какую-то комбинацию с Хускаром хотят подрезать Но вот не забанили Никс Ассасина и одна из главных имп современной, скажем так, стадии Лайнинга Да в принципе, это очень-очень-очень мощный герой После того, как ему поменяли Вендетту на чистый урон по типу дэмиджа Поэтому неудивительно, что он появляется в самой первой стадии Да, и тот самый талант, который теперь дает плюс станам к его первому спелу Закупается тот самый Метеор Хаммер И там просто человек стоит и не понимает, когда же я наконец-таки смогу уже двигаться А если есть еще какой-то герой со станом, который может его там подкинуть То ты просто, ты уже будешь стоять по кд вечно Один раз попался на стан и все Но и Снэпфайр, который также не забанили Лично меня очень радует этот герой Да, он, возможно, кем-то считается чересчур имбовым Но у меня ощущение, что просто пока еще не надрессировались против него играть Тут на самом деле не то, чтобы он прям имбовый Просто этот герой, он максимально полезен в любой стадии игры При этом абсолютно практически без артефактов Да, он все прожимает кнопками И на поэтому именно саппортов Да, да, там, независимо от того, какие у него слоты Он все равно сделает свой импакт Он все равно внесет очень много урона на любой стадии Какой бы она ни была Подсейвит, может цинициировать через ту самую печеньку Поэтому очень классный персонаж Он очень фонирует И залетает Бэтрайдер И вот это довольно-таки интересно Распик для Empire Hope Если честно, это очень для меня Я, как говорится, не профессиональный игрок Поэтому я сижу здесь Разговариваю с вами, дорогие друзья Там сидят люди, которые посвятили всю свою жизнь Доте Но Бэтрайдер против Никс Ассасина Когда вы Никса уже увидели То есть, ну, Карапас и Firefly Это работает, я не знаю С самых старых древних времен доты, по-моему Ну, мне тут кажется, знаешь Это Бэтрайдеры не на какую-либо корпозицию Возможно, это либо четверка, либо пятерка И здесь его первоочередная задача Это, конечно же, сдать лассо в вражеского кэри Либо же какого-либо неприятного для них персонажа И поэтому, я думаю, они особо не задумывались о том Что против них играет Никс Ассасин Как говорится, ты просто не узнаешь Firefly И он тебя не застанет на Карапасе Это очень классный план Из разряда Я никогда не буду нажимать Black Hole Чтобы Рубик его не украл Вот, что-то из этой области Не, ну, знаешь, когда там пикается Энигма А против нее потом залетает Рубик внезапно То обычно Эт Энигма такая Окей, я поняла Я собираю тупо Ауры И играем без Black Hole Если будет возможность, я его дам Не будет возможности Я просто плотная Энигма Которая будет всех пугать Рушить позиционку И, конечно же, играть через фаст Ауры Я с тобой согласен в том плане Что Бэтрайдер, он, безусловно, здесь берется Ради стадии лайнинга Для того, чтобы просто напалмами мешать всем и вся Очень много урона он наносит И это будет четверка такая более агрессивная Из которой спрос небольшой Вот что очень важно Выдавая там контроль на поздней стадии игры Просто раздражая всех и вся И на этом все А вот Пангольер Это, опять же, дополнительная мобильность То есть Никс очень быстрый Пангольер быстрый И можно как-то соперничать с противником И вот интересно, куда именно падет Пангольер Потому что это тот самый персонаж, которому можно засунуть на, наверное, все позиции Кроме как Кэрри Он и на медиа может постоять И в тройке, и на четверке Быть довольно-таки полезным персонажем И залетает Дум Как раз таки Дум — это респект бан Чтобы он не влетал на контр-инициативе И не думал Пангольера Это очень грамотный ход Адгацент И что же забанит им Пайр Хоуп Пайр Хоуп подбанили Фантом Лансера Любопытно И сейчас нужно им открывать уже Коров В любом случае То есть если... Наверное, они тройку не будут сразу открывать Чтобы как-то с Бэтрайдером там побайтить соперника У нас это тройка Мы еще там возьмем четыре Что-то подобное Можно взять в легкую линию героя, допустим Не хотят играть против Иллюзиониста Это интересно на самом деле Потому что вроде как Снэпфайр Бэтрайдер — это не самые плохие герои против Лансера Ну потому что опять же и Файрфлаем И с дробовика Снэпфайр хорошо расправляется с иллюзиями Ну на какой-то ранней стадии Пока там Тараски не появятся И прочие ужасы у Пэйла Ну может быть просто вот Не нравится персонаж Тут трудно всех перебанить Сейчас довольно гибкая мета В плане героев и возможностей То есть иногда взлетают эти ЭПЛы По-прежнему, кстати, как я понимаю Сларк у нас доступен Для пика И выбирают они себе Тини Ну нет, они не стали скрываться А вот стоп Если Тини сейчас появился Как бы это Бэтрайдер Кором оказался на тройке Ну я думаю, что это не Бэтрайдер Кор И я Хотя... У тебя Тини Мид или что тогда? Ну возможно Тини Мид, кто знает Ну тут на самом деле очень интересно раздрафт И пока что непонятно кто куда пойдет Возможно это даже Бэтрайдер Мид, кто его знает Гибкий Испарзов Очень классно показывал Как этот герой реализуется на миде Там просто уничтожая под ноль И потом за счет очень большой мобильности Он просто-напросто терроризировал всю карту Возможно здесь даже будет Бэтрайдер Мид Кто знает Вот мне почему Я помню еще старые там времена Года Три-четыре назад Когда Бэтрайдера брали в мид И он ходил туда довольно часто Мне не нравится тем, что в лейте Он все равно не наносит урона с руки Но как-то его не раскачивать Да, ему можно надавать там муншардов, кристаллицев И дэмэдж появится Но вы также можете и кристалмейден превратить в убийцу У него там еще и талант на 250 скорости атаки То есть это герой, который очень хорошо смотрится До 25-30 минуты А потом он все равно уходит больше на какую-то вторую позицию Если он мидер, я подчеркиваю И тогда уже Корр должен под его контроль Под его хиксы, под его лассо наносить дэмэдж Пока что залетает Фурион И какие-то максимально интересные пики на наших экранах Опять же, Фурион непонятно Это Фурион тройка Это Фурион, возможно, будет на четвертую позицию То есть тут настолько сейчас много вариаций Как расставить линии, что одним, что другим И залетает Рики Уже для Empire Hope Решили украсть из предыдущей карты данного персонажа И эта игра становится еще более интереснее, чем была предыдущая По крайней мере, сейчас на бумаге Просто нужно задуматься, кто здесь будет очень сильно этого Рики бояться В принципе, Пангольера там, если на тучку поймать Но он на ноге довольно быстрый, он может уйти Никс Ассасин тоже быстрый Профет, да, Профет, безусловно, от Рики будет страдать Он там никак откинуться не сможет ни с прутами, ни чем Ну и ответочка от Гатсенд Это Нага Сирена То есть вот как чувствовали, что надо что-то брать против иллюзий Я понял Я понял эту задумку Они как раз-таки забанили Лансера Потому что Рики, он за счет своего третьего скилла Который наносит очень много урона Он плохо против иллюзионистов Потому что там урон наносится не всем в области А кому-то отдельно И когда много иллюзий, то просто-напросто Третий скил Рики Мару, он залетает никуда И тут Гатсенды смекнули, что окей Мы возьмем другого иллюзиониста И по-моему он даже не менее плох, чем предыдущий Чем Лансер И поэтому здесь у Гатсенд все мега уверенно Там есть Пангалер, который наводит Движ Париж Никс Ассасин, Фурион Очень много мобильности И очень сильный лейт-потенциал Чего я пока что не могу сказать об Эмпайр Хоуп В том-то и дело, что опять же вот этот Рики Не знаю, как они будут его раскочегаривать Со Снепфайр какого-то взаимодействия Под Снепфайр вам желательно еще и какой-то контроль за файтом иметь Но может быть через Батрайдера будут они вот эти все ультимейты синергировать Потому что на самом деле это прикольно Там Файерфлай на лил лужу Снепфайр раскидалась своей лавой И Батрайдер тебя возит по всем этим достопримечательностям на лассо Но выглядит больше как в сказке, нежели то, что будет работать в каждом файте Тут пока что у Team Empire Hope есть такие моменты, как Тинни, Батрайдер Как раз-таки эти самые персонажи в сингл-таргет И Рикимару То есть по сути можно в начале файта, если находить инициативу, убирать Никса Или же Фуриона Возможно даже Пангалери попытаться зафокусить И дальше уже проводить замес в большинстве Но это точно не сработает, если это уже будет поздняя стадия игры Потому что мне кажется, Нага, вот ты смотришь И Нага разбирается одна против минимум троих героев Empire Hope Причем спокойно И никто ничего здесь как такового не сделает Только Снепфайр может налить лужицу Но Нага может в любой момент также поражать сон и перегруппироваться Да, в том-то и дело, что Нага Сирена это сейчас основная проблема и головная боль Empire Hope А мы еще не знаем мидера команды GodSend Потому что я практически уверен, что Профет здесь как бы суппорт Пангальер в тройку Профет будет летать, забирать курьеров И участвовать там в каких-то первых файтах Поэтому очень свободны в дальнейших своих решениях GodSend Что еще добрать? Да, согласен У них довольно-таки фривольность сейчас чувствуется в этом плане У них все замечательно И я вот пока что не представляю, как Empire Hope нужно выходить из данной ситуации Им нужен, во-первых, фронтлейнер Очень жирный танк И при этом дамажащий Мне на ум приходит Магнус На мид Бэтрайдер отправляет на троечку И можно как-то будет даже поиграть Там и Рикимару, как раз таки, под Эмпауэр может дамажить Но вот я бы на месте GodSend сейчас бы забанил бы Магнуса И они банят СФ В принципе, как вариант Господи, как я люблю этого героя Как всегда хочется за ним понаблюдать Пугна, к сожалению, не так часто появляется Ну потому что герой очень-очень хлипенький И если честно, здесь Пугне будет тяжко Тут и Тиннис прокаста тебя убивает Бэтрайдер там буквально парочкой напалмов удар сделал И ты смерт В Snapfire даже с раскаста кнопок может справиться с тобой Очень тяжело То есть нужны здесь какие-то брейсеры, что-то подобное там, не знаю, талисман, через что пойдет играть Пугно. Ну, Пугно против Рики хорош. Как раз-таки, мне кажется, за счет этого и брался этот герой. И для того, чтобы сделать тот самый ветер на карте, пока будет фармить Нага, создать вот это самое дополнительное пространство, залетает Underlord последним пиком для Empire Hope. И это довольно-таки очень интересный пик получается. А что у нас получается? Это ТТК, который идет на легкую линию фармить на Рики. Это Underlord в Афлейн и Лайтнеса в мидлинии на Бэтрайдере. То есть вот так вот все. Кнарт у нас пятерка и Тинни получается. Джеймс на 4 все по стандартам, казалось бы, но честно сказать, у Готсен сейчас выглядит очень и очень мощно, драт, потому что у них и магический дэмэдж, и быстро таргеты не могут выщелкивать. Есть Никс, который забегает в спину. Он поймал на стан, прилетает Профет за это время, ставит спрукты, и вы там убиваете таргет вообще без каких-либо сложностей. Поймали Пугну в неприятную ситуацию, Эра прожимает сон, вы Пугну увели, поставили вард, пришел Никс, стан по таймингу, но понимаю, как это должно работать. Тут вот Underlord, они как раз-таки попытались закрыть нагу, частично, потому что против иллюзионистов этот герой довольно-таки неплох. Собирает фаст Кримсон, собирает фаст какой-нибудь еще, может даже Мега Владимир выйти в эти артефакты и начать душить. Но я прям не уверен, что у Empire Hop здесь все будет так хорошо. И нужно очень ранее преимущество захватывать, и сразу же на темпе переигрывать своих оппонентов, потому что, понятное дело, в лейте с нагой здесь реально не справится никак, абсолютно никак. Плюс там Пугна, который может стоять просто-напросто в день-нибудь сзади, сейвить нагу, переливать ей здоровье, благодаря своему ультимейту Микс находится как здесь персонаж для того, чтобы создавать дополнительный спейс, максимум мешать проводить драку для Empire Hop, так как они этого хотели бы. И поэтому, ну, честно сказать, я бы реально свое предпочтение полностью отдал бы за Гаценту в данном драфте. Ну, друзья, мы же вам в очередной раз напоминаем, что перед стартом данной встречи коэффициента на egb.com были 1,53 ногоцент и 2,24 на Empire Hop. И тот и другой коэффициент, на самом деле, смотрится очень даже сочно. А самое главное, что если вы перейдете по баннеру, который находится в аннотации под трансляцией, да и в чатике у нас мобот для вас старается, вы сможете получить бонус до 600 долларов, соответственно, на свой счет в виде депозита. Поэтому приходите, ознакомьтесь. И в целом, egb это вот такое уже, не знаю, три буквы, которые знают все, которые уже обозначают собой стабильность в мире ставок. Ну, по-другому и не скажешь. У нас тут уже первые замесы начинаются. Экнарта пробиваю. Тихонечко и сныпфайр. Проблемки, печеньки-то нет. Никак не уйдешь. Это минус Экнарт сходу. Фб для Оксио. Слишком легко. Ну, тут да, немного переагрессировал в данном моменте данный игрок. Наверху же, что у нас там, Эром воюет с Джеймсом. Джеймс сразу же пытается отхватить аванпост. Но самое главное, что руны богатства они забирают. Мастер возьмет обе и никто не сможет помешать. 50 на 50 распределили. Все тихо, спокойно. Но денежки уже капнули для Гацент чуть больше. Хочу заметить и обратить внимание на агрессивные ворды, которые проставили Гацент, в свою очередь, в вражеском лесу. Краски для того, скорее всего, чтобы Фурион на халяву убивал вражеских курьеров. Так и будет происходить, потому что за убийство курьера вы сейчас получаете денег больше, нежели чем за убийство суппорта. Да, возможно, эти деньги как-то разлетаются всем по чуть-чуть, но это тоже приятно, когда ты бегаешь там какой-нибудь бедной четверкой, и тебе вот тут упало 50, здесь упало 50, ты быстрее купил какой-нибудь сапог и прочее. Вон полетели первые откопчики по Snapfire, но Никсу самое главное не забывать про уровень. Никс обо всем помнит, уводит крипов с линии. В центре Бэтрайдер против Пугны, Виш уже 5 стаков напалма. Видел когда-нибудь герой, на котором 10 стаков напалма? Нет, по-моему, я... Не, возможно, знаешь, где ты и видел, но просто не могу сразу же вспомнить. И когда залетает такой вопрос, я прям сразу же примерно понимаю, что вот 7-8 я где-то видел, но чтобы кто-то до 10 доживал, возможно, за то продолжительное время, которое играю в дот, это где-то и было, но я просто этого не помню. Как и иначе, это довольно-таки большая... Просто 10 стаков напалма, это когда персонаж твой полностью чернеет, он полностью покрыт нефтью, как будто бы новый скин одеваешь. Это очень забавно выглядит, но, естественно, если ты довел до такого состояния своего героя, скорее всего, ты умрешь. Наверху Андерлорд очень уверенно фармит крипчиком, дерется против Фаеры и пока что Эра не может противопоставить ничего. Андерлорду он тут гоняет один... Ну, просто у Андерлорда есть сложность, ему приходится тратить постоянно манг для того, чтобы у тебя вломаны на Фаершторм и как только эти манги заканчиваются, что сейчас и произошло, у тебя нет ресурса для того, чтобы так уверенно фармить линию и загонять ее куда-то дальше. При этом крипы тут выходят под Т2 и Эра все какой-то заберет, вышка никак не страдает, манстры даже немножко перестарался. Довольно-таки интересный пик пятерки это пятерка Фурион. И вот я немного скептически отношусь к пятеркам, у которых нету каких-либо полезных способностей. Ну, Фурион, он бегает, там дамажит с ручки, будет сейчас отпугивать тринтами, но для Андерлорда к примеру тринты это корм. тут могут небольшие трудности возникнуть у Наги на этой линии, если надавят Андерлорд вместе с Тиней, потому что, ну, серьезно, как ты знаешь, Нага на линии выглядит очень уверенно и очень сильно, но вот пятерка Фурион, это интересно. Просто, казалось бы, да, сейчас Андерлорд очень жестко зашел под Т2, это выглядит очень внушительно, а по факту-то крипы все равно идут для Эры, да, может быть, не в полном количестве, но сейчас он растет немножко по статам, станет поувереннее в плане тычки и уже от него ни один крип не уйдет. Окси здесь больше как такая поддержка, чтобы с прутами останавливать Андерлорда, который, да, топорик купил, но все равно это там пару секунд, которые ты можешь выиграть. Никс начинает активное перемещение, выходит под мидл и что, пытаются убить Бэтрайдера или Куру хочет подрезать, но Куру он уже не заберет любому сону. А вот тут Бэтрайдер рискует на 400% здоровья. Ох, под копчиком промахнулся. Грустно, грустно, конечно, это чуть ли не 100% был, по-моему, фраг. Кстати, поймали Курьера именно у Рики внизу. Да, Фурион словил его потом. Также спокойно тянулся на базу и вот уже полетели самые первозаветные киллы Кур, о которых мы с тобой и говорили до этого. Ну, а агрессивные варды именно на вражеском споте в лесу как раз-таки нам подсказывают, что этим Фурион и хотел заниматься на протяжении данной игры, пока Курьеры не ставят летающим. Хотя, мне кажется, там обрасти дамагом с руки и летающим можно резать. Почему нет? Конечно же, это и будет происходить в любом случае Профет. Если вы его взяли, если у вас есть стратегия с убийствами этих самых Курьеров, то человек должен быть явно на опыте, а не просто а на шару прилечу, может быть, получится. Кстати, вот сейчас Курьер отправляется на нижнюю линию, может быть, стоит Окси как раз-таки слетать, но у него нет телепорта обратно. Ему еще 20 секунд нужно ждать для этого. В этом же и смысл, что ты прилетел... Может и Никс его подловить? Посмотри, 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 Никс, Никс, Никс увидел, но они разминулись, как же не повезло. Никс хочет, кстати, очень много дэмэнджа от Снэппайр, там будет из дробовика, если подставишься, плюс еще и печенька есть, которая подстанет. Не рисует здесь, конечно же, Никс Ассасин, у него очень хороший реген, уже много раз рассказывал зрителям, там, молодым, которые не так давно смотрят Доту, но, кстати, сейчас пытаются убить Никса. Так вот, у него реген 4 был еще в те времена, когда никаких манг не существовало, и это был чуть ли не самый большой реген вообще, поэтому Никс тогда ходил оффлейнером, играл. Ты его бьешь, 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 он живет в Тангусе, такое чувство, как будто у него там просроченная тараска работает. Три руны, залетает имфарфокк, всего лишь навсего, одну за контролем фурион, но фурион сместился под мидл, и смог за контролем также и бэтрайдера. И вот это уже неприятные новости. Да, был размен мидерами, который, кстати, да нет, бэтрайдер все хорошо, он первый забрал соло в углу, только лишь потом уже под фурион, поэтому в целом для него все здесь неплохо, фурион перетягивается, также на нижнюю линию тут происходит атака на сэфаер, и бабка погибает, серия убийств для фуриона, три фрага уже на его счете. Ты сомневался в нем, да, он тебе все доказывает, минус армор, хедреск, уже все пошел в топ, что-то ты кей сейчас будет пробивать по здоровью. Там три в райсбенда, у Рики очень все хорошо с броней, 10 подвышка, в центре драка, кстати, вытаскивает на лассо по углу, сжигает под фаерфлайем, но живет, и чувствуешь, но нет, только после смерти пугнесс могли разменять Бэтрайдера. Бэтрайдер здесь создал просто максимальный спейс, стянул на себя еще двух дополнительных персонажей, забрал, опять же, фраг на пугне, убил ее первый, и поэтому здесь, ну, я думаю, свою роль он выполняет, но вот, конечно же, проблема то, что слишком много находится в таверне, и пока что по крипам он отстает немного, но в целом, я думаю, это не стоит. По крипам больше всего сейчас отстает Нага Сирена, который 21 крип, при том, что это даже меньше, чем Бэтрайдера, если уж сравнить там с какими ее Трики и Андерлордами, чуть ли не в два раза это отставание, при этом Нага выходит в лес, лесные крипы тебе меньше денег дают, хотя крипстаты вроде бы растут, вот если мы включим Нетворсы, то увидим, что у нее вообще строчка шестая в общем зачете. Да, шестая строчка, но Нага это как раз-таки тот самый персонаж, который в лесу спокойно камбэкнет, спокойно наберет свое, потому что у нее очень сильная иллюзия, сосит лес уже там на седьмом-восьмом левеле. Я думаю, тут проблем по возвращению в денежном эквиваленте у Наги точно не должно возникнуть, с этим все хорошо, и тут весь вопрос в том, как будет именно, опять же, Рики, мне интересно позиционировать себя на этой карте, какая будет его роль, потому что, ну, очень жирные персонажи, есть под сейв в виде пугудны, опять же, которая не дает Рики Мару бить. Ну, пока же в центре откатилось лассо Бэтрайдера, и это нужно учитывать по каким-то таймингам. Пугна также отправляется в лес добрать себе артефакты, нужны уже аркантапки, потому что очень быстро тратится ман на бласты, выходит виш-центр, а тут Тинни, у Тинни фулл мана, на линж-тос, если что имеются, будет ли выходить Джеймс на виша, полетела бочка, Оксия будет убивать, а там, кстати, Килл-стрик, который забирает себе Лайтлесс. Как же хорошо Тинни выкинул этого Фуриона прямо под Бэтрайдер, и Бэтрайдер просто-напросто выжег, и да, тот самый Стрик уже играет далеко не на пользу Фуриону, а скорее на пользу Бэтрайдера, который является топ-1 по Нетворцу, и посмотри, все первые три строчки пока что за игроками команды Empire Hope. Бэтрайдер на первом месте, недалеко от него отстает Рикки, у Рикки тут фрифарм, как раз-таки тот самый Бэтрайдер стягивает на себя все внимание в центре, и там постоянно тусуются три героя минимума оппонента, и для Рикки Мару это легкая халявная линия. Там, кстати, Нага очень наглую заходит за Т1, сюда же приходит Бэтрайдер, он уже без Лассо, но Эра не уйдет, он понимает под Тинни прожимать какой-то телепорт самоубийства, и отправляешься в таверну чуточку быстрее на 25 секунд. Грустно, Наги бы все это время фармить, естественно, пока команда терпит. Непонятно, что, в принципе, Нага там забыл. Тут Виш должен постоянно через какие-то бласты пытаться запушивать, но он оставляет себе ману, чтобы можно было отступить. Полетели артефакты первого тира, там выбиваются сразу же соты, может быть, не столь необходимый артефакт, но явно не лишний. Сот всегда приятный, лишний реген. Никс, вот Никс как-то немного пропал по левелу, он сразу же начал перетягиваться на мидл, дабы не продавать своего Пугневича, но из-за этого у него всего лишь на всего третий, на девятой минуте, чтобы шестой поскорее не начинать творить ветер на карте, а пока что наверху забирает Фурион и, скорее всего, должен погибать в очередной раз, уже вторая смерть на его счете и очень прекрасно себя Андерлор чувствует. Он прям начинает крепнуть. Так необходимо, естественно, ему отыгрывать, когда он обрастает теми же самыми аурами. Это такой агрессивный какой-то Дарксир, я не знаю, как его еще можно сравнить. Он и запушивать может, и ловить. Ну, просто прекраснейший герой, если у него есть деньги, если его не задушили на первых 10 минутах, Андерлорд будет, скажем так, актуален на протяжении всей игры. Ему не очень-то много надо. Десятая минута практически. Две с половиной, я думаю, где-то около трех тысяч уже будет преимущество за Эмпайр Хопу. Вот-вот. И у них все на этой карте неплохо. Намного куда более лучше, чем было на предыдущей. Главное, вот этот темп, конечно же, не потерять. Пока что три позиции до сих пор лидирующие за ними. По рунам Агаса, как я понимаю, разошлись пополам. И драка на центре. Нет, драки на центре не будет. Просто то же самое было, если честно, и на предыдущей карте, когда все было хорошо на старте в Эмпайр Хопу, а потом произошли буквально две драки, когда их дрались уже не один, там в два, не два, в три, а пять, в пять. Их выиграли поголовно. Гатсент взял инициативу в свои руки. Профет ставит спруты, разбиваются они моментально, но Бэтрайдера поймали, без мана успевает прожать лассо, но скорее всего он отсюда живым-то не уйдет. Лайтас, у него есть еще бот, он можно будет отпиться. В принципе, мобильность 361, и сюда же приходит еще и Тиннис, а Снепфайр забросил бабку, бабка печеньку не тратит, с дробовика выключают Профеты и нужно уходить еще Никса Сайс, но не отпустили и его два фрага для Эмпайр Хоуп. Можно идти и на Т2. Да, просто все максимально грамотно сделали здесь имперцы в этом моменте. Максимально быстрая перетяжка от тиммейтов, не отдали Бэтрайдера в обиду, заступили, сделали те самые два фрага, хотя в какой-то момент казалось, что Никс тянулся максимально грамотно, лишил абсолютно все маны Бэтрайдера, тут не смог добить Фуриона, и вроде бы все, гайки, но тиммейты были рядом, тиммейт помогли, но вот на Т2 пока что не торопится идти, Рикимару подфармливает крибчиков, уходит в фаз диффуза, смещается на защиту Фурион, вот Фурион, кстати, сейчас вот уже стал реально лакомой булочкой. Ну, Профет действительно немножко потерялся по игре, но ему сейчас нельзя просто в соло действовать, как он пытается наверху отыгрывать, у него еще нет такого количества артефактов, нет какого-то Shadow Blade для того, чтобы уйти, допустим, если он будет играть в сплит-пуш, как в старые добрые, но вот прыгает на него Рикки, все, все нужно убегать под Т2, и при этом никто не летит к нему на помощь, но это такие, решил, что да, мне и не хотелось, а вот в центре буду драться за Т1, выходит Виш, тут же есть буги, но по лавелам даже уже отстают от соперника. Никс до сих пор пятый, вот это прям мега неприятно, что нет этого самого заветного ультимета, который наносит хороший довольно-таки урон, как ты отмечал ранее за счет того, что сделали его чистым, и это очень много пространства создает, когда этот вечно невидимый практически снэк низ ассасин, да, на первом левеле Виндетта там довольно-таки большая разница длительности и кулдауна, но так или иначе не видишь Никса на карте, и ты уже немножечко напрягаешься, где же он может быть, а возможно он под тобой, здесь же опять Рикки пытается напасть на Фуриона, но Фурион плотный, он крепился, ПТ на силу, и не боится эту Рикки Мару совсем, но опять же, ну Фуриона что он делает, стоит под тавркой, смотрит на крипов, и в целом на этом его пак пока что заканчивается. Но все ушли полностью в фарм, такие 10 минут на развитие, получить необходимые артефакты, есть уже линза, и дальше маф энд броуч, брошка выпала для Виши, вот момент от меня отметили, просто идеальнейший артефакт, который только может представить для пугны с первого тира. Да, как ты сказал, 10 минут, всем надо пофармить, драк не намечается, все заняли свои половинки, и спокойно там находятся. Но у Тера, посмотри, куда далеко заходит на Наги, уже во вражеский лес, а не нагло ли это? Если бы его, мне кажется, своевременно спалили бы, то Андерлорд на пару с бабкой, потом там подспел бы Бэтрайдер бы, и просто Манапс могли бы из контроля не выпустить, и забрать эту Нагу, у него 1300 хп всего лишь на все, ну примерно 1260, если быть точнее, я думаю, там на 300 она бы смогли бы точно раскрутить, наверху. Полетел ультимайт от Снэпфайр, неплохо, вот как раз-таки под лосо зафиксировал Бэтрайдер, никак никто никому не может помочь, погибает Пугда минус Пангольер, не хватает хп, очень все тяжело для них, действительно, поставили вроде бы вард, но с позиционкой сейчас проблемы у Гатсэнта, не ожидали, может быть, что здесь столько соперников, фишина, нет агрессивного, те самые варды, которые мы нахваливали в первой игре на старте второй, сейчас бы очень пригодились, чтобы среагировать заранее. И вот Empire Hope, они в этой карте молодцы, они пока что не допускают вообще практически ошибок, какие-то мелкие недочеты, но это всегда и у всех, это человеческий фактор, а сейчас мы видим, как Empire Hope проводит хорошо драку за дракой, наращивает преимущество 4000 на 14 минуте уже для них, и они не собираются останавливать, до сих пор мы видим, что Нага не всплыла, у нее пока что всего лишь на все 5000, это мало на данной минуте, она не может драться, и она не хочет драться, она хочет фармить Гаценты в случае драки, которая для них изначально неуспешная, они будут драться вчетвером, и вот как раз таки это Нага, и на нее вроде как пингуют, хотят наверное выйти, но вот не рискнули, не рискнули пойти на Эру, Эра продолжает дальше пылесосить леса, но это все долго, это очень долго пока что, и Empire Hope имеет все шансы, чтобы зажать даже, мне кажется, уже на базе в скором времени своих оппонентов. Это необходимо делать, чтобы Нага не могла фармить те же самые споты в лесу, и еще меньше денег ей поступало, потому что пока глобально ничего страшного для Гонсент не случилось, но 3-4 тысячи преимущественно на 15-й минуте. Да, вы там впереди на каких-то 600 монет относительно своих там оппонентов у соперника, если рассматривать по позициям героев, но все это компенсируется, если вы подумали, что вы выиграли Нагу на линии, и она ушла в лес, все, победа у нас в кармане, это вообще не так. Два внешних товар находятся на нижней линии, один на центре, один на верхней. Вот мне кажется, что ребятам сейчас Underlord до соберет для себя Guardian Greaves, у него уже есть пайпы, и можно будет с таким сетапом идти в принципе забирать все внешние объективы, забирать Рошана и уже нажимать противником на собственной базе. Но пока что выход на Ричи, как же неприятно, вроде бы должны его здесь убивать, будет ли просвет? А просвета нету, идем на Рикимару без просвета, сразу же подтягиваются тиммейты, тени на контрольнициации, Виша просто-напросто бабка сожгла. Очень странная драка, очень странная, непонятно, как вообще ее планировали Гатсент выигрывать, тем более они опять не видели, что у них происходит в спине, оставили пугнув, чтобы там высасывали здоровье из Рики на какой-то сумасшедшей дистанции. Не получается у Гатсент, потому что эти файты происходят на их половине карты, после убийства вражеских героев Empire Hop могут еще и пойти Т2, там Т1 посносить. Там, знаешь, самый главный момент и максимально неочевидный. Они вдвоем шли на Рики Мару без доступа. Как бы, ну и что? Умеем, моем. Но тут Vision, безусловно, необходим. Кстати, философский камень выбивает Нага Сирена, чуть ли не самый желанный артефакт. Очень интересно, кому отдадут дополнительное золото. Ник с лопатой бегает по-прежнему. Может быть, ему там перекладывать. Уже 7000 преимущества. Это прям мега много. Ребята не останавливаются, продолжают его наращивать. Рики себя чувствуют. Прекрасно! И Рики, посмотри, что собирает. После диффузов хочет купить себе как раз-таки Battle Fury. Я видел эту сборку на хай-ммм рейтинге, но это был и в профессиональном сцене. Я вот за Рики вроде как наблюдал, но там, по-моему, без БФчиков обходилось. Там сразу же была диффуза, мотостайл, башер, но тут почему-то решил уже собрать БФ. Может быть, как раз-таки на случае того, что если играть против Наги, убивать ее иллюзии. Возможно, через это было. Ну, БФ, в принципе, собирался парочку раз на Рики и показывал себя неплохо. У него даже там винрейт положительный, именно если рассматривать про сцену. Но, действительно, решение не самое частое. Здесь иллюзии очень сильно повлияли на этот выбор. Никс молодец! Выкопал руну богатства, но при этом его сразу же забирают. Прям какой-то конвейер, если честно, у Гатсент, потому что 14-4, 7 тысяч преимущества это уже поопаснее. Единственное, что вас как-то вселяет надежду, что Нагу не трогают. Нага отстает от того же Рики буквально на 600 монет. Это мелочи. Ну, там, знаешь, очень большая проблема то, что тройка Пангалер потерялся очень сильно. Посмотри, у него денег даже меньше, чем у четверки Фуриона. Он какого-либо импакта пока что нести не может. И там четверка Тини чувствует себя просто прекрасно. В отличие от четвертой и третьей позиции команды Дайра. Опять, в очередной раз, только мы о нем говорили, погибает Пангалер. И находит Нагу настоящую, Власо начинает подтягивать его, те самые Карапаси, которые не дают до конца сыграть. Битрайдерам все-таки Нага у нас сгорает. Джеймс приходит, но уже слишком поздно. Немного опоздал на вечеринку. Но я думаю, он в целом доволен. Нагу они в любом случае убили, да. Отдали за это Битрайдера. Но так или иначе, это главный и единственный кор, который может как-то перевернуть эту игру для Гацент. Если вы будете ее убивать, то в целом игры никакой не получится. Потому что пока что кроме Наги, ну, четыре других персонажа они не делают ничего на карте. Они просто страдают. И 7000 очень-очень плотно взяли Симпайр Хоп. И это на самом деле радует. Это радует, потому что ребята собрались после проигранной первой карты и показывают такую хорошую. И знаешь, реально игру с очень малым количеством ошибок. Да, это красивая игра в первую очередь. В центре подцепили Никс Ассасин. Никс Ассасин улетает на всех возможных форставах в сторону базы с разворота. Полетел ультимейт от Пангальера. Подцепили Рики. А если хоть какая-то просветка, Тинни Айрлайнс отлично отправил Рики в спину. А кто подставился-то подставился у нас Виш в первую очередь. Его просто расстреляют. Почему Пугда всегда на передовой, я не знаю. То есть у вас должен быть какой-то толстый Пангальер. Пангальер ушел из файта. Тогда и Вишу нужно убегать. Ну там на самом деле даже работает тот самый фактор. Как ты говорил, они взяли Пугну в Бапку в Битрайдера в Тинни. Как бы за проказ за проказ убивают. Пугну это герой, который не боится физического урона, потому что можно уйти в Астрал и соответственно от этого отыграть уже. Но под декрепифаем когда по тебе еще и магический урон летит, ты еще быстрее погибнешь. Наверху поймали профета. Тоже не работает этот сплит пуш. Слишком быстро реагирует на ваше перемещение Empire Hope 19.5 и 8000 золота преимущества. Ну имперцы понимают. Понимают, что в УТС с Нагой им поговорить скорее всего не удастся, поэтому нужно сейчас давить, нужно сейчас наращивать преимущество. Пугна, куда ты идешь на хайграунд, братик? Погибает в очередной раз Виж. 7000 всего лишь на все имеют на своем счете. это очень бедная пугна, которая не имеет каких-либо артефактов на свой собственный подсейв и мы видим, как легко с ней разбираются раз за разом. Вижена нет опять же на этих хайграундах, когда так нагло поднимается пугна. С учетом того, что у соперника вообще-то присутствуют Рики, которые могут всегда быть рядом, если у вас не стоит в центре, а ты еще и на ХГ поднимаешься. Но за все это приходится Гатсент платить, платить минутами страданий, еще дольше и дольше им придется ждать эту нагу-сирену. Буги там сверху отвлекает внимание. Хорошо, что еще там две внешние вышки есть и не только на ХГ могут идти Empire Hall. Пока что фурион развлекается в своей собственной привычной манере, забрал еще раз очередного курьера, но это был курьер всего лишь на все бабки, никакого-либо кора. Но в целом все равно какие-то минимальные бонусы для себя игроки команды Гатсент получают, как раз таки расплачиваясь своими жизнями. Нага уже имея 9500, она не так далеко остается от Рикки Мару или же Бэтрайдера, поэтому в скором времени я уверен, что она даже выйдет в топ-1 по Нетворсу. Нага на то она и Нага. И в целом, да, 9000 преимущества растет, но мы видим, что шансы появляются у Гатсента, потому что Нага фармит, Нага набирает свои слоты, а когда Нага доберется до своих именно заветных слотов, крепится по жиру, собрав какую-либо Тараску, возможно, Скади может даже бабочку сразу же, чтобы Рикки Мару ее не дамажил, то потом вот уже Гатсенты начнут играть свою игру, но до этого нужно дожить и как можно меньше дать преимущества оппонентам. Но при этом сейчас уже Нага взяла на 15 уровне 14 силы, соответственно, поднялась до 2000 здоровья, наверху поймали и убили Пангольера, как только он вышел за елок, и улетает Профет вниз, отдавать будут Т2, но Эмпайр, хоп, все, на ХГ, надо будет, там Рошана может быть сходить убить, попробовать, правда у вас пока дэмэджа по нему так много нет, ну и уже с бонусом подниматься, сносить строение. Там вот единственный, наверное, минус, медальку никто не собрал, у Эмпайр Хоп, так бы с медалькой с Трикки Мару, с Андерлордом, который будет танковать лицом этого самого Камнеголового, они бы очень быстро отправились, но мы смотрим, видим, видим, пингует, пингует, и Рошан будет погибать в скором времени. При этом пока наверху перехватывает пачку крипов Профет, снизу Нага запушивает, летит, кстати, на аванпост, еще и Пангольер вместе с Эра, возможно, какую-то атаку предпримут на Лайтнаса, он 17 уровня, забрать его будет сейчас очень сочно, тут 8-го бегает Никс, он 2 левел, это точно получится этого убийства. Ну, пока что забирают Рошана и абсолютно никак этим не пользуются Гоценты, не... Вот, только сейчас просканили, понимая, что как раз-таки это забор Рошана. Вот, мне кажется, если бы просканили чуть раньше, возможно, бы, знаешь, попытались бы как раз-таки на Бэтрайдера сделать атаку, но Бэтрайдер БКБ, Бэтрайдер БКБ, если вы сразу же его за станы не убьете, то, скорее всего, он просто на ноге улетит. 478 у Спида, это очень много, плюс еще, конечно же, Пайфлай, который позволяет тебе беспрепятственно перемещаться по текстурам, и 11 тысяч, преимущество, все растет и растет, и сейчас Empire Hope, мне кажется, находится на пике своей силы на данной карте. Это нужно реализовывать, обязательно нужно реализовывать. Да, потому что Нага дальше идет, кстати, в Silver Age, что любопытно, не в какие-то там Тараски и прочее, но посмотрим, насколько это ее спасет. Да, дополнительная какая-то мобильность, дополнительная возможность уйти с файта, либо наоборот, неожиданно атаковать соперника. Что у Пугна? У Пугна 15 уровень, что на 15-м даже по талантам еще пока не выбирал, но там акцент идет именно на способности. Тут Silver Age, он, с одной стороны, очень интересный и необычный артефакт именно для Наги, но с другой стороны, ты смотришь, отключаешь пассивку Рикимару, он не бьет уже в спину за счет дополнительной ловкости, он не находится вечно в невидимости, пока на нем как раз таки действует эта самая пассивка. Также можно отключать пассивку и Андерлорду. И вот то, о чем и говорилось. Нага нажимает сон и просто наоборот, что все улетают. Но самое главное, чтобы здесь ушел еще и Буги. Буги вроде бы пытается, у него нет форстафа, но на свитчбакле он действительно улетел в сторону. Профет тем временем пытался запушить Т1, но сколько он там, 45 единиц урона нанес, а за Окси уже гонится Лайтланд, который его естественно догонит. Сейчас будет какой-то блинг и на этом все. Никуда отсюда его не денется, да, фурион по-любому должен быть. Хотя подожди, Буги врывается в эту драку, но это максимально как-то прохладно, знаешь, просто покатался, сказал, ребята, я тоже здесь и укатывается на свою базу, но его могут подловить. Нет, уже не подловить. Слушай, Кудрико ушел, хотя подожди, бабка здесь, печенька, можно пойти, стан, ай, промазала печенюшка и это неприятно. Хотя погоня продолжается просто до конца, и идут, и через лосо, через два ультимета все-таки добирают. Как же они хейтят этого пангалера в этом моменте? Да, мне кажется, они всю команду хейтят, потому что действительно они готовы идти там через полкарты, чтобы сделать фраг, при этом фраг уже, который вам даже денег особо не приносит. Вот снизу сложности возникают у более интересных героев. Это Нага Сирены, Никса Сассасин. Никса Сассин на себя увел огонь. Да, он здесь погибнет, но спасется ли Нага? Нагу найдут, у нее нет сна, Нага тоже погибает. Это мега неприятный фраг для Гацент. Это, мне кажется, практически, знаешь, та самая точка. Невозврата имеешь в виду, да? Да, да, точка невозврата. Ну, у Наги 40 секунд, ее не будет. Она сидит в таверне, ее мейты ничего абсолютно за это время не делают, потому что они сами прекрасно понимают, что они зажаты. Нага — это тот самый герой, на котором нужно было играть. Это единственный тот самый опорный шанс, за которым можно зацепиться и как-либо перевернуть эту встречу без нее. Ну, извините, тут вы ничего уже не поделаете. Слишком большой перефарм у Empire. Реально слишком большой перефарм. Тут еще и по опыту они далеко вперед вырвались, потому что тот же самый Рикки, он сейчас 20-го станет, Нага Сирены 15-го. Это сумасшедшее отставание и да и таланты, и элементарно статы. Теперь главное — это вот максимально своевременно зайти на ХГ, не допустить ошибку при заходе на рампу. И можно уже даже задуматься о том, чтобы зажимать на базе своего оппонента. Да, мы видим вот эти попытки Фуриона, но посмотри, только Фурион показался, на него сразу же вылетает Бэтрайдер, и Бэтрайдер просто один-двоих гонит. Они просто не хотят с ним драться, а тем временем параллельно на вражеском треугольнике происходит убийство Пангольера. По всей карте просто-напросто с Эмпайр Овнят, Гатсен пытаются тоже эти драки, прекрасно понимая, что им нужно отфармливать Нагу, но тут слишком уже мало пространства. Имперцы делали все максимально грамотно, они не дают уже даже дышать этой Наги, и Нага пришла на треугольник, кинула пару иллюзий, и теперь отходит на базу, дабы не умереть. Нам крапасы пошли, волныш неплохой от Тини, прыжок на Виша, Виш на форстафе залетает под Т3, и никого убить не получилось. Нага при этом еще и спускается, нет, возвращается на базу, и он не стал здесь драться. Профет постоянно перехватывает крипов. Профет купил себе Глиммер, тем же самым занимался у нас и Виш на Пугни, и теперь Бэтрайдер не может их в соло ловить, то есть мы только что наверху это видели, он вроде бы приходит с Лассотом, с Файерфлайем, и Глиммер, телепорт, все, до свидания, нужна просветка. Бэтрайдер есть просвет, посмотрю, он закупил, он после первого момента понял, что здесь без достов не получится ловить эти самые халявные фраги, теперь он находится в краске за стами, хотя он даже гем купил, посмотрю, ультимативное решение на Бэтрайдер. Ну, чтобы точно знать, если там кто-нибудь, допустим, с фланга на тебя вышел, Джеймс, тем временем, практически убили эру, Нага буквально лоу хп, 80 хп было, и убивают. 50 секунд таверни, ТТК поймал Бласт, но какая разница, Бласт уже урона вообще не наносит, и пугную в этой игре не видно. Да, и у Наги слишком мало, и самая большая проблема в том, что нечем, нечем помочь Наги. Вот, вот то, что не дает играть пока что. И это, конечно же, грустно, залетает под коп, потини, Метеор Хаммер на него, поднимает силу, ничего страшного, Лайтенс уже по Т4, просто-напросто на пару с тиммейтами, забегают, абсолютно ничего не боятся, гонят уже под фонтан, просветка пошла, на лосо цепляют, также погибают под галер, почти 20 тысяч преимуществ, падает уже первая сторона на 28-м минуте, и мы по надзорсам видим, что у Наги меньше, чем даже у Андерворда, и... Ох, как же можно выбираться за этой ситуацией. Да, нужно сейчас предпринять, хоть кого-то убить, но что делает Тини? Запрыгивает по Т4, тос по Вишу, просветка, видят, естественно, Пугну, Пугну нужно еще раз забрать, видимо, будет, потому что Байбэк сейчас должен прожиматься, не уйдут с ражской базы Эмпайр Хоуп, зачем? Они пойдут на следующую линию, они могут делать мега-крипов, нет больше никаких внешних строений. Есть, конечно, Репайр Кит, на казарму мечников, но мне кажется, это ненадолго. Ну, хотя бы они пытаются продлить эту вот агонию для себя, что, может быть, вернется Пугна. Естественным путем не придется тратить Байбэк, это значит, что будут две жизни, чтобы подраться, допустим, за верхний лайн, либо же нижний. Там, кстати, Нага именно пытается перехватывать крипов, но какая разница-то бэкдор пробит за счет того, что по центру крипы поднимаются. Наге самой нужно идти на базу. Нага улетает на фонтан, тем временем погибает Пангольер по одному умирают, просветка есть на Никсасайс, на Никсасайс, также в таверну и не могут собраться даже в пятером Гатсент подраться. Ни одной драки 5 в 5 мы не видели от команды Гатсент. И залетают две заветные буквы. Будгейм, дорогие друзья, мы с вами скоро времени отправимся на третью решающую карту, потому что Эмпайр, знаешь, в такой же максимально жесткой манере раскатали Гатсент, как здесь сделали с ними на первой карте. Потому что это, ну, просто они им завовнили на протяжении всей встречи, делали все максимально грамотно, ни одной грубой ошибки, всего лишь на всего шесть фрагов отдали за 29 минут, да, верно, практически 30 минут. То есть Гатсенты делали примерно фраг раз в 5 минут, пытаясь создавать спейс для Наги, но Эмпайр делали в очередной раз, повторюсь, все, мега грамотно и мега уверенно. Ребята реально молодцы, что собрались. Да, тут даже на самом деле и дополнить-то нечем, потому что ну все было от начала и до конца очень легко и просто для команды Эмпайр. Гатсент, может быть, экспериментировали как-то с драфтом, но абсолютно не чувствовалось, как эти герои даже в теории должны работать друг с другом и суппорты очень-очень агрессивны, это и Никс и Профет, но я думаю, что мы об этом, может быть, поговорим на следующей стадии драфта, когда у нас пойдет уже драфт третьей карты, поэтому, господа, сейчас у нас будет пауза 5-10 минут, никуда не уходите, подписывайтесь на этот канал, если вы этого еще не сделали, потому что Арена Ублад будет идти здесь еще до 14-15 марта, очень много классной дотки, ну и, естественно, за время этой паузы обязательно заходите на egb.com, делайте ваши ставки, надежный букмекер, еще и вам подарок гарантирует до 600 долларов, если вы делаете депозит, естественно, первый депозит для новых аккаунтов, будьте внимательны, заходите, регистрируйтесь, и это лучший способ делать ставки на киберспорт. ЕГБ. Твой мир онлайн-ставок на киберспорт. Только здесь самый широкий выбор популярных игр и матчей. Выбирай ставку на одно событие или экспресс из множества поединков с головокрушительным коэффициентом. Более 7 лет на беттинговом рынке и 800 тысяч пользователей. Регистрируйся сейчас и получай бонус за первый депозит до 600 долларов. ЕГБ. Ты точно знаешь, кто победит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова